Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. В этом видео мы рассмотрим старинную шашечную комбинацию шахматиста Александра Дмитриевича Петрова и множество ее интерпретаций, в том числе современных. Большое спасибо за предоставленный материал международному гроссмейстеру Евгению Кондраченко. Сама идея удара Петрова состоит в следующем. Белые и черные играют по уголкам. GH4, BA5. Так очень любят играть начинающие шашисты. Далее, FG3, CB6, EF4 и черные здесь делают неосторожный ход. FE5. Решают занять центр. Но белые здесь проводят несложную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют в FG5, затем CD4 и выбивают опорную шашку А5 боем на поле B4. Затем снимают три шашки черных и празднуют победу. Вот такую идею мы сегодня будем рассматривать в различных вариациях. Следующая комбинация EF4, BA5. FE3, CB6, GF2, FE5. И здесь белые размениваются ходом FG5. А черные делают неосторожное нападение. GH6. Этот ход проигрывает. Также ставьте видео на паузу и ищите комбинацию за белых. Она здесь похожая. Играем CB4. Видите, так называемая присоска. Ну и как бы черные не били, они здесь проигрывают. Если черные бьют на поле C3, тогда мы бьем на поле F6. Черные бьют на F4 и мы бьем на поле A5 с разгромом позиции черных. Если черные бы побили на поле F4, тогда играем FE3. Черные бьют на поле C3. Затем бьем на поле F6 и также побеждаем. Эта комбинация была осуществлена мастером Софьей Огородниковой в 1965 году. Следующая вариация ED4, DC5, FE3. Ну и здесь обычно играют FG5, но черные в партии делают необычный ход. HG5. Белые также играют необычно. EF4. G на E3 бой. И белые бьют назад. Далее CD6, GH4. FE5, HG5. И черные здесь делают неосторожное нападение G6. И белые проводят уже знакомую вам комбинацию. Играем AB4. Черные бьют. Затем играем FG3. Черные бьют. И затем играем CD4. Выбиваем шашку E5. И празднуем победу. Следующая комбинация CD4, HG5. GH4, GH6, FG3, DC5, DC3, CD6. Ну эта позиция часто встречается даже в партиях мастеров. EF4. И черные бьют G на E3. Бьем на F2. Черные играют FE5. Этот ход неосторожный и ведет к проигрышу. Ставьте видео на паузу и находите выигрыш. Белые начинают и выигрывают ходом HG5. Отдаем одну шашку. Затем играем либо AB4, либо CD4. Ну CD4 даже красивее. Ну и в какую бы сторону черные не побили, белые побеждают. Например, если бьют на поле E3, бьем на F6. И затем снимаем три шашки соперника с полным разгромом. Следующая комбинация. EF4, BA5, FE3, CB6, CD4. И черные здесь меняются. AB4. Белым надо было сыграть BC3 аккуратно. Но они неосторожно напали BA3. И уже проигрывают партию. Например, HG5 или BC7. Тут без разницы. Белые бьют, допустим, на поле C5. Также без разницы. Затем мы же играем BC7 и FE5. И снимаем три шашки соперника с выигрышем. Следующая комбинация была найдена мастером Василием Наумиком. Автором шашечной программы Эдеон. EF4, BA5, FE3, CB6, CD4. И черные здесь также размениваются. AB4. Белые правильно нападают BC3. Черные отходят BA3. И белые играют GF2. Ну, здесь сильнейший ход BC7. Но черные сделали неосторожный ход ED6. И белые проводят уже знакомую нам комбинацию. Ставьте видео на паузу. И пытайтесь найти комбинацию за белых. Белые выигрывают с помощью хода CB4. Затем DE5. И затем FG5. И снимают три шашки соперника. Шашек поровну, но белые побеждают с помощью позиционной игры. То есть шашка D4 в данном случае подвержена окружению. Ну, например, DC7, AB2, FE7, EF4. Ну и видите, у белых есть три нападения, а у черных только одна защита. Поэтому белые отъедают шашку D4 и легко побеждают. Следующая позиция из анализа международного гроссмейстера Евгения Кондраченко 2015 года. CD4, BC5 и бой на А5. BC3, HG5. Ну, здесь, конечно, хорошо играть GH4. Но белые делают такой не очень хороший размен ЕF4. То есть будет показана именно идея. GH6, CD4. И черные неосторожно играют AB6. Этот ход уже проигрывает. Ставьте видео на паузу. И найдите комбинацию за белых. Белая игра D5, затем AB4, затем FG5. И снимают три шашки соперника. А затем еще грозят сыграть CD2 и выиграть еще одну шашку. Следующая комбинация также из анализа международного гроссмейстера Евгения Кондраченко 2015 года. CD4, BA5, DC3. Черные меняют CFE5 и бьют на поле E5. Кстати, эта позиция получается иногда и в леталках, так называемых. В жеребьевке летающая шашка. CD2, FG7, GH4, CB6. И белые здесь меняются. Ход CB6 уже проигрывает. То есть после хода CB6 ничьей уже за черных нет. Видите, белые грозят сыграть GH6 и получить сочетание шашек H6 и H8 при отсутствии шашки F8. Поэтому черные вынуждены нападать ходом GH6. А здесь белые проводят уже знакомую нам комбинацию. Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают с помощью хода FG3. И затем CB4. Бой. Бой на F6. Бой. И затем мы снимаем три шашки соперника с выигрыша. Следующая комбинация из леталки. F2 летит на H4. D6 летит на A5. Ну и начинающие здесь очень часто попадаются на следующий ударчик. Разверну доску для лучшего восприятия. Белые играют CD4. Этот ход уже проигрывает. Черные начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу. Черные играют AB4. И затем FE5. Выбивают шашку сперва D4. А потом H4. Ну и снимают три шашки соперника с выигрыша. Следующая комбинация также из анализа международного гроссмейстера Евгения Кондриченко. Но уже 2022 года. Белая шашка E3 летит на H4. Черная шашка G7 летит на поле G5. Здесь возможны два хода. FE3 и DE3. Белые играют DE3. Тогда B5. GF4. AB6. FG3. DC5. Ну и в этой позиции здесь уже связки складываются в пользу черных. Поэтому белым надо размениваться. ED4. Черные естественно бьют G на E3. Белые бьют. И затем черные играют CD6. Далее. FE3. FE5. Этот ход уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые выигрывают с помощью хода ED4. Затем AG5. Затем CB4. Бьют на поле F6. И выбивают попутно шашку E5. И затем снимают три шашки черных. Еще затем сыграют EF2. И останутся, получается, с двумя лишними шашками. Следующая комбинация CD4, BA5, DC5. Дебют также очень любят играть начинающие шашисты и любители. FG5, ED4, GH4, GF4. Ну и здесь обычно играют GF6. И белые затем применяют тройной одеколон, как я называю. Тройной размен FG5 и FG3. Но можно сыграть за черных CB6. Ход на игру. А здесь белые могут сыграть либо Fe3, либо Bc3. Но также возможен такой необычный ход BA3. И черные здесь могут напасть ходом AB4. Кажется, что шашка C5 неуязвима. Но на самом деле это, конечно, не так. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти симпатичную комбинацию за белых. В стиле шахматного мастера Петрова. Белые начинают и выигрывают ходом FG3. То есть видите, бить на поле D6 бесполезно, потому что белые воспользуются свободным темпом или роздыхом. То есть видите, черные обязаны следующим ходом побить на F2. Мы играем D5 и затем снимаем две шашки соперника. И потом еще шашку F2 выиграем. Если же черные в этой позиции бьют на поле F2, тогда бьем на поле G3. Черные вынуждены бить на поле D6. И играем FG5. И снимаем три шашки соперника. С легким выигрышем. Следующая комбинация CD4, DC5, DC3, FG5, CB4. И черные здесь меняются. GF6. Тогда белые играют GF4. Черные играют CD6. И белые играют FG3. Связки здесь в пользу белых. И черные решили разменяться. FE5. Этот ход уже проигрывает. Ставьте видео на паузу и находите комбинацию за белых. Белые бьют D на F6. Затем отдают одну шашку E4. Вторую шашку HG5. И снимают три шашки соперника. Затем еще отъедят шашку E3. Либо ходом EF2, либо ходом ED2. Следующая комбинация. Такая простенькая идейка. Я ее назвал удар-укольчик. EF4, FE5. FE3, BA5. CD4. Бой на D4. AB4. Бой-бой. И белая игра GF2. В этой позиции лучше всего черным было сыграть AB6. И видите, уже белым надо быть осторожными. Например, ход AB2 проигрывает. Из-за несложной комбинации. Черные отдают одну шашку. БЦ3. Затем вторую, БЦ5. И неминуемо прорываются в дамки. С выигрышем. Но черные в этой позиции пошли не AB6, а CB6. Этот ход уже проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти несложный удар. Но симпатичный удар за белых. Играем ДЦ5. Видите, на Д4 бить нельзя, потому что белые останутся с лишней шашкой. Поэтому приходится бить на поле Д6. Тогда белые отдают еще одну шашку от G5. И выигрывают шашку ударом G на А5. Такой несложный, но симпатичный удар. Следующая идея. AB4, BA5, ED4. Дебют игра Бадянского. Черные размениваются Fe5 и бьют на поле G5. Играют на связку левого фланга белых. Белые играют BA3. Один из возможных ходов. И здесь черные делают такой необычный ход. ДЕ5. Сразу скажу, ход не в духе позиции. Но здесь важна идея. Белые тут же выходят БЦ5. И черные играют GF4. Белые ничего не боятся. И играют СД6. И здесь черные могут сделать неосмотрительный ход СБ6. Он уже проигрывает. Также из-за комбинации Петрова. Ставьте видео на паузу. И попытайтесь найти удар Петрова. Играем ДС7. Затем СД4. Выбиваем шашку Е5. И бьем сперва на поле Б4. Выбиваем шашку А5. И затем снимаем три шашки соперника с выигрышем. Затем нападаем либо СБ2, либо СД2. И еще выиграем шашку С3. Следующая комбинация. И контур удар возможный. Указаны гроссмейстером Александром Гетманским. Анализ 2018 года. ЖР4 Б5. Снова дебют игра по уголкам. Или игра Петрова. ФЖ3. Черные играют ФЕ5. И белые делают неудачный ход ЖФ2. Ну конечно здесь лучше всего сыграть ЕФ4. Но черные здесь играют СБ6. Тогда белые играют ЕФ4. И на ход ЖФ6 проводят комбинацию Петрова. Можете поставить видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Будьте внимательны. Белые могут провести две различных комбинации. Но одна из них ведет к поражению. А вторая ведет к победе. Попытайтесь найти победную комбинацию за белых. Белые играют ФЖ5. И здесь возможны два хода. Если белые пойдут правильно СБ4. И потом выбьют шашку Е5. То они в дальнейшем побеждают. То есть остаются с двумя лишними шашками. Если же в этой позиции белые сыграют СД4. То есть можно провести комбинацию так. То они здесь неожиданно проигрывают. То есть бьем на поле С3. Здесь еще была ничья. Надо было побить на поле С7. Ну и здесь была ничья. Ну белые могут попасться вот на такой удар. То есть позарятся на лишние шашки. Побьют на Б4. И затем проведут комбинацию Петрова. На самом деле здесь побеждают даже черные. Видите у белых ослаблено поле Ж1. Кроме того роздых. Видите белые обязаны бить шашку С3. Учитывая вот эти нюансы. Черные проводят свою контркомбинацию. Игра ДС7. Белые бьют на Д4. И ФЖ5. И белые обязаны бить три шашки соперника. А черные сами прорываются в дамки. И выигрывают. Комбинацией стрела. Вот такой интересный контрудар. От гроссмейстера Александра Гетманского. Ну и последняя интересная идея на сегодня. ЕД4. ЕД4. АСЖ5. АСЖ5. А черные размениваются. То есть с угрозой. Затем в дальнейшем сыграть ДС5. И легко выиграть. Кажется что белым остается только сдаться. Но здесь белые побеждают с помощью комбинации Петрова. Из анализа гроссмейстера Евгения Кондриченко 2005 года. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белым. Белые начинают и выигрывают ходом СБ4. Ну и в какую бы сторону черные не побили. Они проигрывают. То есть если они побьют Е на С3. Тогда белые останутся с лишней шашкой. После всех разменов. То есть видите у черных всего лишь 7 шашек. А у белых 8. Поэтому белые должны легко победить. Поэтому черные в этой позиции бьют А на С3. Тогда отдаем еще одну шашку АБ4. Затем играем СД2. Черные бьют. И выбили шашку Е5. Затем выбиваем шашку А5. И завершаем удар на поле А5. Черные здесь еще могут посопротивляться. И белым надо играть довольно-таки точно. Например. ЕД6. Бой. И ДЦ5. Бой-бой. Но белые играют АЖ3. То есть грозят затем перевести шашку на поле Ж5. И атаковать левый фланг черных. Поэтому надо играть АЖ7. ЖФ4. ЖА6. ЕД2. БЦ7. АБ2. СД6. Ну и здесь. Если белые сыграют ДЕ3. То черные могут достичь ничьей. Поэтому белым надо аккуратно играть на бортик. БА3. А здесь у черных ничьей нет. Например. ФЕ5. Играем ДЦ3. Бой-бой. Ну и после хода АЖ5. Скромно играем СБ4. С идеей на ход ЖФ4. Отжертвовать обратно лишнюю шашку ходом АБ6. И разменяться БЦ5. И видите. Простая позиция. 2 на 2. Но белые побеждают. Хочу еще раз поблагодарить международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. За подборку таких симпатичных идей. И друзья. В следующий раз. Если найдутся желающие поддержать творчество Евгения Кондраченко. Как говорится. Если у вас есть желание и возможность поддержать Евгения. То вы можете сделать это. Вот по этой карточке Беларусь Банка. Или поддержать по телефону. Вот указанному на видео. И в следующий раз мы совместно с Евгением запишем новую подборку комбинаций. Мастера Миротина и гроссмейстера Вениамина Городецкого. Также сплав вот этих двух необычных идей. Друзья. Если вам понравилось данное видео. То ставьте Лукаса. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok.